В самом центре Киева на Крещатике открылась официальная фан-зона Евровидения. В Eurovision Village установили вторую по размерам сцену песенного конкурса после арены в МВЦ. Именно на этой сцене будут выступать участники Евровидения 2017, а также известные украинские исполнители. В Еврогородке установлены лаунж-зоны для зрителей, фудкорт, зоны развлечений от официальных спонсоров песенного конкурса, а также информационные пункты, где вы сможете узнать всю подробную информацию о конкурсе. На огромных экранах здесь будут транслировать два полуфинала и финал Евровидения. Также вы здесь сможете увидеть открытие Евровидения и красную дорожку конкурса. Чтобы попасть в фан-зону, необходимо иметь при себе документы, устанавливающие личность, так как во время проведения Евровидения в Киеве задействованы несколько тысяч полицейских со всей Украины. Организаторы обещают обеспечить безопасность всех официальных локаций Евровидения на самом высоком уровне. На самом деле, очень плотно, чем из штата безопасности Брикадминя. У нас есть получение премьеры, что безопасность во главе Украины выполняет полностью. Есть служба безопасности в Киеве, в нашем области. Есть все необходимые задействованные службы, которые были в государственном районе города. В городке работают и волонтеры Евровидения 2017, к которым можно обратиться с любыми вопросами. Открывать Еврогородок приехали ведущие Евровидения 2017 Тимур Мирошниченко, Владимир Остапчук и Александр Скичко. Они рассказали в эксклюзивном комментарии подробностям, как проходит финальная подготовка к самому яркому событию этого года. На самом деле мы практически целыми днями в МВЦ. У нас буквально есть полчаса, чтобы приехать сегодня вместе с нами поддержать открытие Евровидения, а потом мы снова на репетициях. В целом, если честно, то трудностей много, потому что мы, когда вычитываем сценарий, то у нас есть четкий тайминг, сколько это должно триваться по секундах. И там не то, что плюс-минус хвилина, например, как может быть у нас в украинском эфире. Ну, затримався эфир на полтора часа, как стоял в программе на полтора часа раньше, затримався трохи. Ну, ничего. Знимай новое. Нашний фрагмент сценария вычитывается под секундомер, чтобы все было, соответствовало той количестве времени, которая закладена в сценарии. Евровижен Биладж будет работать ежедневно с 12 дня до 10 вечера, а в дни полуфиналов и финалов до момента завершения шоу. Кроме официальной фан-зоны Евровидения на Крещатике, в Киеве можно насладиться атмосферой Евровидения на Софиевской, Троицкой, Контрактовой и Почтовой площадях. Рядом с Еврогородком расположили небольшую клумбу и огромную надпись «Евровидение». Прохожие охотно фотографируются и признаются, что готовы встречать европейцев в Украине. Конечно, будем смотреть конкурс Евровидения. Вообще, надеемся, что будет все хорошо. Буду не только смотреть, обязательно посещение будет. Вам в этом будете, да? Да, буду 9 мая. Да, уже с билетом очень давно. Потому что очень люблю этот конкурс. И когда узнала, что Джамала везет победу домой, поэтому сразу сказала, что буду по-любому. Ведь Евровидение 2017 откроет свои двери уже 7 мая. 9 и 11 пройдут первые полуфиналы, а 13 мая мы узнаем победителя 62-го песенного конкурса Евровидения. Но я говорю вам – welcome to Ukraine!